Лариса привезла на лечение свою маму, у которой от частых ОРЗ начал снижаться слух. Осложнение распространенное, в ухе скапливается слизь. Это ухо свободное, оно дышит, оно работает. Это ухо не дышит. Восстанавливать слух придется с помощью операции. Ее проведут впервые в Тюмени. Но женщина согласна, прежнее лечение не помогло. Головные боли, потеря слуха наблюдалось. Мы проходили терапевтическое лечение и физиотерапевтическое. Но должных результатов от данного лечения мы не увидели. Вернуть пациентке слух, тюменские хирурги решили с помощью инновационной методики. Презентовать ее приехал хирург из немецкой клиники. На мастер-класс в больницу Нефтяник съехались лор-врачи со всего региона. Распространенность данной патологии очень высока, особенно у детей. Рецидивирующие экстудативные атиды нередко бывают результатом нарушения дисфункции спуховой трубы. Я надеюсь на то, что мы эту методику широко будем применять. И все сделаем для того, чтобы ее внедрить. Это лук, это нос, смотрим на нос, и заходим в левую сторону. Операция транслируется в режиме онлайн. Доктор говорит по-английски, но переводчика нет. Иностранным владеют наши хирурги. Суть метода оказывается простой. Это современная технология. Процедура подразумевает собой введение специального баллона через носоглотку и его последующее расширение, после чего пациента ждет полное восстановление слуха. Преимущество в том, что операция выполняется через нос без разреза. В реальном времени все займет не более получаса, и слух восстановится сразу после вмешательства. Раньше применяли травматичную, малоэффективную методику надрезной перепонки, содержимое откачивали, но через некоторое время болезнь возвращалась. Тюминские врачи намерены внедрить новую технологию в ближайшее время. Специалисты обучены, оборудование тоже есть. Теперь важно сформировать поток пациентов, чтобы больных направляли к хирургам, сурдологи и лор-врачи на местах. Помощь из разряда высокотехнологичных, но пока в перечень операций по полюсу ОМС не входит. Врачи надеются, что скоро ситуация изменится. Сколько больных носов, столько же примерно и этих пациентов. Потому что где-то половина пациентов с проблемным носом имеют проблемы со слухом. Малоинвазивную технологию сейчас активно внедряют в клиниках Европы и Америки. Тюмень стала первым российским городом за Уралом, где появилась такая помощь. Юлия Сауляк, Александр Изосимов. Тюменское время.